Всем добрый день, дорогие друзья! С вами Роуз, вы на канале VeryHardGameMod. Напоминаю, фишка этого канала в том, что здесь мы проходим все игры на самом высоком уровне сложности. И у нас прохождение Divinity Original C Chanted Edition на хардкоре. Погнали, загрузим наш сейв. Так, надо чат подрубить. Так, загрузили. Загрузились, точнее. О, а это что такое? Где лопату взяли? Ммм, лопаты у меня, конечно же, нет. Снова это же одно... А, ну с ними я уже пиздел в прошлом. Так, я видал, тут из этой хрени можно скрафтить хлеб. Что это такое? Тесно. Ну, пока оставим. Вот эти ключи выкинем нахуй. Так, ну что ж, двигаем дальше. Тут ничего нету. Прокушка. Это дельные темы, на самом деле. Это что такое? Древянный посох воды. Ну, загоним, чё? Возьмём, потом загоним. Тут нихера. Чё там за дверь? Прогони их. Ща, погодите. О, помидорка. Чё там за дверь случилось? Да, кстати. Хм, так тут. Давайте возвращаем к хренингу. А что-то зеркало там, как разрушает. А-а-а-а! А-а-а! 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 Отправляйся в ад. Блядь, да почему в меня-то летит? Они же пиздец вроде. Так, а он мощный. И у нас 4 уровень 2. А если... Во! Так, Ева. Сколько инвиз берет? 3. Блядь, я этих, пацану. Нельзя так делать. Блядь, да. Урк-шаман. Ничего за них, а? Черный сектант. Блядь, блядь, блядь. Иисус naturale. Как это произошло? Е-е-е. Э-е-е-е! Э-е-е! Э-е-е-е! Э-е-е! Благо, хоть меня и не дамажит. Поехали. Килимся, а то нет, стоп. Блядь, мискликнул. Это вот так надо проходить. Чё-то я тупанул вообще конкретно. Третья ловкость вкачаем. Третья ловкость вкачаем. Третья ловкость вкачаем. Да это трех выходят. Мальчишки,- Маленький мальчик свечи. Т� 과 стеной клёжки. Ух, по горячек и теория. Да... ебать сколько тут всего а ну так должно быть и и и и и Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. Так, ну... Пока вкащаем лидерство. Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. Так, и здесь тоже лидерство. Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. Так, блядь. подожжем их нахуй так это сколько четыре о что там есть в монтаре свитки какие есть дождь подушит ну нет а ранить пока рановато а блять надо было баф кинуть сука затупил а а а не из отлично а и а и и и и и Блядь, зря только способность использовал. Блядь, все никак не сдохнет. Эх, слава богу, меня не достал. Блядь, все никак не сдохнет. Блядь, все никак не сдохнет. Блядь, что натворит? Блядь, что натворит? Блядь, что натворит? Так, кто поопаснее-то? 48. Блядь, что натворит? 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 А, во! Она мухи не обидит! А, молотов? Возьмем все! Зелёная пыль. Так, тут ничего нету. Не, нету ничего. Чё такое? Ушёл до срока, задолго до срока. Мерзкий твари, я вас уничтожу. Привет искатель источника, даже не знаю, кого бы мне было приятнее видеть на этих проклятых берегах. Легион приветствует тебя. Расскажи о себе. Я горжусь службой легиони, но когда мы высадили Сайселем, мне казалось, что мы будем больше убивать и меньше умирать. Что здесь произошло? А, все эти орки. Теперь, когда им кто-то насыпал перца на хвост, нам очень нужна помощь. Их крысомордый шаман даже метнул огненный шар в корабль, который стоит в гавани к западу отсюда. Огненный шар, и что стало с моряками? Возможно, команде нужна помощь, я бы не прочь отправиться туда, нам строго-напросто запрещено покидать поздно. Никогда не знаешь, когда нападёт враг. Почему на стороне орков сражался человек? Понятия не имею, от чего эта собака спятила. Человек среди орков – это же как искатель источников компании с волшебником источника. Не знаю, зачем кому-то понадобилось переходить на сторону этих убийц, но давай надеяться, что он просто хотел свести с кем-то счёты. Представляешь, что бы было, если бы к списку наших врагов кусались и добавились ещё и безумцы сторонники орков. О, золотишко! Когда-нибудь, товарищ, мы отомстим за тебя. Ракушку надо взять. Ммм, кстати, да, и похилиться надо. Сначала её. А, да, у меня шмотки новые. Древние тканные ботинки. Так, надо на себя поверить. Так, чё у меня тут? Ну, это попизже. Так, а сапоги-то я ею там. Так, а сапоги-то я ею там. Так, а сапоги-то я ею там. Так, а сапоги-то я не помню. Так, а сапоги-то я не буду смотреть. Так, а сапоги-то я не буду смотреть. Стоп. Чуть я шапку-то снял Вот мои персы Четкие правды Так, сапоги ей наденем Ну да, инициатива нужна И вот эту херь Так, ладно Чуть на ней висит Че забав А, все, понял Так, а ты давай ка себя пахи Бля, как заебись, что у воина есть такая херня Так, эликсирчиком-то поделись, родной О, да, тут как в Baldur's Gate 3 управления Чуть я еще нашел 12, 19 Я еще, по-моему, лука нашел Они ни хера Так, ну да ладно Что там за шум? Бусто дюжина уличных котов берется за последнюю милю рыбину А, вижу, нам опять выселились орки И судя по той относительной легкости, с которой с ними расправились Я могу предположить лишь одно Зайсел прибыли искатели источников Мы рады тебе, как стакан у холодного молока в жаркий день Я Арху, твоим услугам Это я призвал искателей всей иностранной и мегастрадальной город Меня вызвал сюда кот Это и так, и не так Узри же Прошу познакомиться с моей второй половинкой Ага, чему ты удивляешься Может, я и хитрый чародей про ныра Но уверяю, я просил о помощи с чистыми намерениями А теперь, когда все коты вылезли из мешков Предлагаю перейти к делу Расследование убийства советника Джейка Расскажи мне больше об убийце Клясться я не стану, но усамичью Здесь замечена магия источника Сходи на место преступления И ставлю сардины против салата Ты со мной согласишься Но вот проблема, капитан Аури Командир местного гарнизона легионеров Уверен, что я все выдумываю А я скажу, если не интересует ничего, кроме мертвяков А где место преступления? Джейк был убит в комнате на первом этаже королевского краба Таверны славного Сайсона Легион держит эту комнату под звонком, так что если захочешь ее осмотреть, сперва получи разрешение Аурия Убит советник, значит должен быть какой-то подозреваемый? Есть, если быть точно подозреваемый Многие считают, что это дело руки его жены Но я, если честно, сомневаюсь Есть большое искушение сделать ее подозреваемой, но тогда придется признать ее магом источника А у Смирильда, конечно, есть в своей чаре, но вся ее магия заключается в игривости и жеманстве Впрочем, к чему верить мне на слово? На твоем месте я бы сам к ней сходил Легион держит Даву к бедолаге Джейка под замком В ее собственной лавочке на площади Мне бы хотелось еще кое-что обсудить Орками, которых мы убили, командовал человек Возможно, это будет тебе интересно Человек, говоришь, серьезно, но это же как котенок во голове волчьей стая И все же до меня дошли слухи о какой-то подозрительной секте, которая поддерживает связи даже с орками Говорят, что они волшебники источника, но сейчас так говорят про всех, кто ведет себя странно Не знаю пока, что дадут мне эти известия, но все равно спасибо Глупо, чтобы упускать из виду такое любопытное событие А в чем заключается ваша проблема с нежистью? А, мертвецы, они лезут из-под земли уже два года И все это время ни мертвецы, ни живые не могут взять верх в этой затянувшейся войне Легион их сдерживает, но, честно сказать, если бы не мои волшебные баллисты, они бы нас уже одолели Думаю, здесь поработали некроманты, но то они нигде прячутся, а вы искать их здесь все равно, что лавливают плохую племенную грею Насколько мне известно, орки и раньше нападали на вас К сожалению, это правда, осажденный город вздыхается, словно кот Горло, которому попал комок шерсти, и конца края этому пока не видно Мы перекрыли все пути к западному берегу, где чаще всего видели орков Клянусь своими девятью жизнями, я понятия не имею, что им там понадобилось Вдоль берега ничего интересного нет, не считая пещер с весьма дурной репутацией Надо думать, эти глупцы просто пытаются найти пиратские сокровища Расскажи мне о своих кошачьих трюках О, это ведь не трюки, это благословение Тебя удивляет, что я такой охот и принимаю кошачий облик? Такая магия — это дар Шаг в мир инстинктов, дар членораздельная речь, возможно, величайшее благо человечества Не передаст ничто скользуемое Гулять в ночи на мягких лапах, охотиться по цветам луны, чистый восторг Ты представить не можешь Впрочем, только мяукать было бы неудобно А без противопоставленных больших пальцев я не мог говорить зелье или делать устройство Это я признаю Скажем так, я нашел способ наслаждаться всем лучшим из обоих миров Хорошо, что вы встретили Искателя Источника По-моему, нам о многом нужно поговорить Заходи в любое время, вставь в Легион, у меня есть лаборатория Когда придешь туда, просто поднимись по лестнице Но сначала зайди к Аурею Может, он и лает словом шавка, который причинит к госту На деле он предводитель всего Сайсила Без его благословения ты недалеко продвинишься в своем расследовании На этом, Искателе, я с тобой распрощаюсь Желаю удачи Пусть твои враги окажутся жалкими мышами А ты бесстрашно, мышево Источники, сектанты, нежные терки Похоже, нас ждет интересная работенка Но тут мы хотя бы не соскучимся Посмотрим, что это за урой, про которого говорил Арху Так, что тут корабль горит? Продолжение следует... ... Блядь, тут закрыто. Ну чё, у меня есть свиток дождя. Во! Помог челикам. О, репутацию дали. Моряк, какие новости с большой земли? А ничего нового, сиро, мердзяки, секилеты. Ну вы представляете. Источник здесь, в Сайсиле. Да, из всех богами проклятых мест Конрад выбрал именно это. Что с этим горящим кораблем? Ловко проделано. Большое спасибо тебе от нас, моряков. Вот это было нападение. Кто знает, закончились ли наши беды. Проклятые орки все никак не успокоятся. Источник. Сайсил, а ship's got a soul, too, you know. You did a mighty fine thing, saving that lodge. For those madness. Thought we were done with those swampy uglies a fortnight ago. Note those. Блядь, а лидерство-то не стакается, что ли? Эй, морская душа, как тебе свежий ветер, Сайсил? Расскажи о себе. Меня зовут Конрад, я торговец, капитан и знаток всего, что связано с морем. Если кому-нибудь в Айденвелле нужны редкие товары и волшебные вещи, они обращаются ко мне. Что ты думаешь о нападении на пор? Наверное, эти орки-варвары совсем спятили, раз нападают на город, где живет великий волшебник. Хотя даже я должен признать, что они проявляют немалое упорство. Если честно, то такую безумную кампанию я бы начал только в том случае, если бы цель стоила того, чтобы за нее погиб. А, торгуем. Сейлор, что новое из Минданья? О, ничего нового, сэр. Ахо, сейлор! Ахо, вы enjoying the fresh wind of Сайсил? Капитан took the Duchess of Fettel's carriage for the joyride. Ха! Now he needs it. He drove it straight to the pub and back. Oh, and don't forget the time he got caught, passing a love note to the Lizard councilor's wife. Is that why we never sailed to Yuthil-Gore anymore? Ха-ха-ха! Beacon of Yuthil-Gore, that loopy legionnaire really thinks that Orky-Charm loves him. Так, побарыжим. Так, чем он впарить. Так, крепый. Эта все не надо. Можно ракушку продать. А теперь к лизерному конселеру, почему? А это почему мы никогда не продавим его? Ха-ха-ха! Бейкен и ютфул Гор, Эта лупий легион здесь реально думает, что Орки-чан любит его. Я бы не знал, что мы в 500 йорде, но я бы не знал. Пссс! Вот это говно! Но лук тоже продать ему нахуй не нужно. И я бы не знал, что он был в пуппенце. Ах, и не забывай, когда он был в пуппенце, что он был в пуппенце, что он был в пуппенце. А это почему мы не сняли в пуппенце? Ха-ха-ха! Бейкен и ютфул Гор, Эта лупий легион здесь реально думает, что Орки-чан любит его. Я бы не дадил, что он 500 йорде, что мой любимый. Псссс! Я не знаю, что он был в пуппенце и не нашел, что он был в пуппенце С руку? Ха-ха-ха! Он я так не заставил его на пуппенце Ах, и не забывай, когда он был в пуппенце что он был в пуппенце И в пуппенце И это почему мы не сняли в пуппенце и в пуппенце? Не знаю. Берем и ютфул Гор, Эта лупий легион здесь реально думает, что Орки-чан любит его. Что у него вообще есть там? Да, у него куда-то одна. Так, дедочка пригодится, доспех впарим, это впарим, дорожные сапоги впарим и наручим. Так, ну деньги поднял. Так, весь этот мусор я собирать даже не буду. Так, погнали, куда нам? . Субтитры делал DimaTorzok О, портал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, портал ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что стало с тем отрядом слабоумных, которых мы отправили в Северную пещеру? А что такие вещи должны меня интересовать? Придёт время, и ты поймёшь, что награда тебе не достанется Пожалуйста, кричи ещё мне на ухо Каждый ящик обыскивать это дрочь И ты, пожалуйста, дели мне минуту своего времени, ты же искатель источника, да? Я герой, о котором говорит Ли Сайсел, тема дня, источник самых сочных слухов Я так рад познакомиться с тобой, просто восхищён Нет, поправка, это невосхитительно, это вмешательство самой судьбы Да, именно, сама судьба поставила меня здесь, чтобы я мог рассказать тебе о невероятно интересном возможности А ты кто? Мендик твоим услугам, какая у меня профессия? Ну, я расскажу, кем я был раньше, лекарем Но чем занимался лекарь? Всего лишь исправляет то, что уже сломано Да, раньше я спасал жизнь, а теперь я меняю ее Насчёт возможностей, о которой... О которой ты упоминал Ой, это не просто возможности, это шанс, который бывает только раз в жизни Невозможность стать лучше, реализовать в полной степени потенциал, который скрыт в каждом из нас Так что, прежде всего, ответь мне на этот вопрос Тебе нравятся приключения? Конечно, какой же искатель-источник может не любить приключения? Верно, ведь мы живём ради приключений Некоторые могут, потому что они профессионалы, а не мечтатели-авантюристы Верно, ведь мы живём ради приключений Видишь, у нас с тобой одни и те же интересы Я в этом и не сомневался О, какие мурашки идут по коже при виде неведомой тропы Как бьётся сердце, когда ты попадаешь в засаду гоблина Даже зная, что всё равно выйдешь победителем Свою работу ты получишь Чаечный из ничтожного изограждения Также, жалование обычного солдата между нами Скажи мне честно, неужели тебе не хочется зарабатывать больше? На самом деле, богатство меня не очень интересует Правда? Правда, а мне бы... Это не для меня, это просто тщеславие Нет, я знаю, ты просто стыдишься Наверняка, при виде очередного сокровища Твоя душа наполняется радостью И всё же, друг мой, если даже забыть на секунду О денежном вознаграждении То что такое жизнь, если нет ней разнообразия Если в ней нет перчиков Наверняка, жизнь искателя-источника бывает ужасно скучной, верно? Столько приказов, расследуй это, забери твое, что в итоге Разве тебе не хотелось бы работать на себя? Нет ничего позорного в том, чтобы исполнять приказы Если твои господа достойны доверия Верно, мы служим правому делу Так почему бы не выполнить приказы? Верно Да ладно, я отказываюсь поверить То, что индивид с такими уникальными способностями Выбирает для себя роль марионетки Жизнь слишком коротка, чтобы провести её Выполнять чужие поручения, верно? Ну конечно, я помогу тебе осуществить твою мечту Изменить твою судьбу так, как ты этого заслуживаешь Да он заебал, блядь Эти диалоги заебали, это просто пиздец, блядь Именно для этого я здесь стою Вот зачем судьба поставила меня у дверей королевского краба Чтобы я мог встретить тебя и рассказать о чудесной великолепной пятёрке Я приглашаю тебя присоединиться к нам, воспользуясь этой возможностью Расскажи мне о великолепной пятёрке А, великолепная пятёрка, как я люблю произносить эти слова Которые обозначают самую прославленную и блестательную гильдию Искателей Приключений Вивилона Наша задача — сделать мир лучше Наш девиз — улучшить мир и при этом себя Осуществить наши мечты, очистить наши души Тебе больше всего хочется к нам присоединиться? Ну конечно И ты можешь это сделать, разумеется, если у тебя вопросы То я сделаю всё, чтобы на них ответить Но если вопросов нет, тогда, может, начнём? Так чем именно занимается великолепная пятёрка? Не вопрос, а настоящий бриллиант Прямой, словно стрела Острый, словно нож Весьма похвален Итак, вступить в великолепную пятёрку — это значит вступить в братство Вступить в сестренство, в сообщество Сразу после подписания отказа от претензий Ты получаешь звание рыцаря, и приключения начнутся Первый контракт ты будешь получать у меня Если справишься с задачей, то я прослежу за чем, чтобы тебе выдали справедливую долю награды Разумеется, если ты будешь прославлять великолепную пятёрку И тем самым привлечь в наше братство новых рыцарей То получишь долю из-за их контракта Чудесно, правда? Сейчас, наверное, тепло нашей дружбы уже сгорело тебе Согрело тебе сердце, да? Но неужели я сказал дружбы? Я имел в виду родственных отношений Ведь мы словно семья Поддерживаем друг друга Радуемся успехам друг друга Стоим друг за другом Горой делим мести и радости и горести Работаю упорно Выполняю условия контрактов Пербуй новых рыцарей И тогда ты быстро сделаешь карьеру Ты станешь лучше Ты сделаешь ревеллион Лучше ты заставишь звёзды сиять ярче И в процесс обретёшь сказочное богатство Кому это может не понравиться? Я хочу завербоваться в великолепную пятёрку Конечно, конечно Просто распиши здесь и всё Ты часть семьи Нужна просто твоя подпись Ну что скажешь? Вступить в гильдию Сделать мир лучше Заработать кучу денег Это по мне И я пусть все богатства мира станут И ты веришь этим мошенникам? У боги, какая наивная Ты умер в эту мошенную схеме Бог, ты галлобный Ты можешь выбрать Наши лучшие границы Неужели ты не видишь? Я пытаюсь вытащить тебя из неприятной истории Бля Хорошо, пусть будет по-твоему О, какое страшное разочарование И как это нелогично Как это недальновидно с твоей стороны Отказаться от предложения великолепной пятёрки Это же преступление против разума и человечность Её представилась такая возможность А ты от неё отказываешься Значит, тебя ждёт жизнь лакея И при этом ты сам её убираешь Ну что ж, удачи, хотя она тебе не свитит Мне кажется, это, блядь, развод какой-то Брось, Алистер А, мне травмам по силам Разве что тот красавец в зеркале Извини, на палатке с автографами Закончились Может, возьмёшь брелок от Алистера В любом случае, давай побыстрее У меня полно поклонников, которым не терпится пообщаться Извини, но на самом деле я тебя не знаю Что значит не знаю? Ты хочешь сказать, что тебе не приходило слышать о Баллистере всемогущем? Я же всего лишь самый знаменитый волшебник, поэтому в сторону Вердис Хотя не мешало бы проверить и с другой стороны на всякий случай И не забывай, что я, кроме всего прочего, один из самых выдающихся членов великолепной пятёрки Ты ведь, конечно, знаешь, что я измельченный журнал «Дополнительные задания» уже три года подряд Называет нас самой влиятельной гильдии «Искатели приключений» Так, ну, может, ступим? Это не развод, всё же, походу Блядь, как вступить-то в гильдию? Блядь, я квест проебал Ладно, хуй с ним Искатель-источника Я хочу заявить об использовании чёрной магии И такие жалкие чаевые оставляют только некроманты Значит, ты работаешь здесь официанткой? Я работаю в Королевском Крабе почти 10 лет Видела почти всех, кого только можно От бродяг до волшебников Все приходят сюда, чтобы выпить пиво и отдохнуть Ночь, когда убили Джейк, это была здесь Кажется, я последний видел его живым Торжухий вопль до сих пор звенит у меня в ушах Комнату, где всё это произошло, до сих пор никого не пускают И это служит нам всем постоянным напоминанием Но в этом и есть вопрос, да? Что именно произошло? Мы все думали, что ту комнату сняла Эсмеральда А потом к ней пришёл Герц Я мыла посуду и потихоньку проваживала последних забудых Как вдруг в таверну бежала закутанная в пласть женщина Я не смогла её как следует рассмотреть Мои глаза уже не те, но решила, что она пришла в гости к одному из постояльцев К счастью для убийц, я спроласкивала бутылки в дальней части зала, когда всё случилось Так что больше ничего не заметила Стыдно в этом признаться, но я нырнула под стойку и сидела там до тех пор Пока я его от не распахнул в дверь От страха я даже шевельнуться не могла А, это таверны А, это таверны Блядь, вообще Сейв загрузим А хочу присоединиться к пятёрке Потому что мне нужны допквасты Звучит О, блядь. Вот и все. Пойдем еще раз, шмотки продадим. Блядь, где мышка-то? Так, сейчас еще раз в барыжном все. Дракушки, кубок золотой череп, эту хуйню, эту хуйню, молоток. Эту хуйню, эту хуйню, эту хуйню. Дракушки, кубок золотой хуйню. Так, все в барыжеле, теперь двигаем на квест. Да, заодно засейвиться надо. И надо мод поставить на быстрый бег. Хотя... Дракушки. 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 Конечно, всем нужна помощь, но как мы можем распоряжаться этим товаром без согласия торговца? Пусть положит рыбу назад. Дракушки. 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 Дшики. Мhhh! А вот и вот и drie... Мне и не надо! Ну... Я не знаю. Где-то! Может быть, друг! Где-то! Это лучше для безопасности. Да? У вас должно отонуть имущество? Ну, я-то. Как здесь позвольте? Ребята, я же стал первой власти. Вакуус! Вари! Что я могу еще сказать? Теперь ты среди нас, в гордых рядах великолепных. Насчет моего задания. Это довольно простая задача. В городе живет волшебник, его зовут Арху, и он невероятно эксцентричная личность. Из ученых, но ты знаешь, разум ставит выше веры и все такое. Совсем не подходит для великолепной пятерки. Нет, может его экспериментальные машины отогнали от города парочку скелетов, но другие его эксперименты провалились, и при том с трагическими последствиями. Был у него один большой громыхающий аппарат, страшный стальной великан, предполагал, что он под управлением обученного легионера будет давить нежели десятку. Угадаешь ли ты, что произошло? Может автомат обрел самосознание, или кто-то его просто-напросто проклял? В любом случае, он избавился от пилота и пошел на север к пещерам. Теперь задай себе вопрос, а что если он вернется? Прежде чем его усмирят, он может пробить стены и убить сотню человек. К счастью, есть те, кто принадлежит к великолепной пятерке, и храбрецы, которые едят таких чудовищ на завтрак. Иди, мой друг, найди жуткое творение этого волшебника и получи заслуженную награду у мэра Сесилом от имени нашей знаменитой гильдии. Эти деньги сами привык тебе в руки. Мэра Сесилы Эти деньги Мэра Сесилы блять на карте то можно было его отметить наверное это я уже читал привет тебе искатель источник я не хочу мешать твоему расследованию но мне запрещено открывать дверь тем кто не получил разрешение капитана оурея мы такого не потерпим слышишь а короче ладно я сохранился счет я подзывался немного давайте короче до следующего стрима блин сколько здесь считать надо че русик это нет к сожалению блин ну ладно но читать это скучно я хочу боевку наоборот разузнать за боевку ну ладно всем спасибо кто это смотрел с вами был роуз вы были на канале в рихард game mode только роуз только хардкор